Для этого сортируем по вероятности первого значения. Первое значение это и есть член сферсоюзе. Это вероятность нулевого значения. Соответственно в сумме они дают единицу. На всякий случай. Поскольку вероятность первого значения выше, поэтому присваивается респонденту именно первое значение по зависимой переменной. Итак, посмотрим, каковы же характеристики этого респондента по интересующим нас переменным. Этот респондент живет в Исландии. Ну, соответственно, не в Дании, не в Норвегии, не в Финляндии. Работает не в частной фирме. Живет не на Киевре, не в Бельгии. Он счастлив. Живет в пригороде большого города. Не в Венгрии, не в Болгарии. Имеет контракт. Неизвестно, срочный или бессрочный. Встречается с друзьями несколько... Даже много раз, скажу сколько. Несколько раз в неделю. С основным у него все в порядке. Он реже среднего занимается тем, чем ему хотелось бы. При этом работой он вполне удовлетворен. Даже на высоком уровне. Не в Польше живет. В среднем мире доверяет людям. Вот, собственно говоря, такой респондент. Состоит ли он действительно в профсоюзе? Давайте посмотрим. Да, этот человек состоит в профсоюзе. Мы правильно предсказали. Итак, мы сейчас рассмотрели итоговую качественную модель, которая более чем в 50% случаев правильно прогнозирует респондентов. Не только респондентов, но и европейцев, мы можем утверждать. Которые состоят в профсоюзе, которые не состоят в профсоюзе. И мы знаем, что участие или не участие в профсоюзах зависит в первую очередь от страны, в которой живет респондент. Зависит от удовлетворенности работой типа фирмы, в которой работает респондент. Наличие или отсутствие контракта. И таких, казалось бы, частных вещей, как насколько хорошо респондент спит, насколько он счастлив, насколько часто он или она видится с друзьями. Теперь рассмотрим, как такая модель была получена.